В Ненецком округе стартовал второй набор в Яндекс.Лицей. Заявки на участие в проекте будут приниматься до 10 сентября. А образовательный процесс, как и в прошлом году, будет проходить на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. И начнется 1 октября. Тему продолжит Александра Литкова. Бесплатные очные курсы по программированию для школьников 8-9 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны впервые стартовали в регионе в прошлом году. Тогда была набрана группа из 30 школьников. Был большой отбор. Вышли те, кто был заинтересован, замотивирован в данном направлении. Значит, у нас очень хорошие результаты. У нас есть звездочки в данном проекте, которыми уже заинтересовались наши работодатели. Что касается учащихся, которые пришли на второй год обучения, их уже немного. То есть, в силу определенных причин, кто-то поступил в СПО, кто-то переехал в другой город. Но вот показатели у нас на сегодняшний день пришли 18 человек. Как пояснила координатор площадки Яндекс.Лицея в Наринмаре Оксана Кудляк, в силу того, что Нинецкий округ – небольшой регион, поэтому пройти обучение могут и студенты, поступившие в профессиональные учебные заведения после 9 класса. Данный проект рассчитан для учеников, которые хотят научиться программированию. Программирование на языке Python. Вы знаете, что Python на сегодняшний день является самым таким популярным языком, потому что некоторые сервисы, приложения Яндекса также разработаны с помощью данного языка. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год обучения ребята рассматривают основы данного языка. Второй год – это промышленное программирование. Павел Жуков – студент Нинецкого аграрно-экономического техникума. Свою судьбу молодой человек решил связать с программированием. Учеба в Яндекс.Лицее дает не только новые знания, но и укрепляет самодисциплину. Главное, считает Павел, не лениться и уделять учебе должное внимание. Я ознакомился в большей степени с профессией программиста, получил дополнительные навыки в этой сфере, в этой области. Я в большей степени познакомился с самим программированием, скажем так, с разработкой каких-то приложений, алгоритмов. Я научился языку Python, получил достаточно навыков, чтобы им пользоваться, чтобы что-то создавать. Если я еще отучусь второй год, мне хватит навыков, чтобы работать мелким разработчиком уже в каких-нибудь компаниях. Для поступления в Яндекс.Лицее необходимо на сайте проекта выбрать свой город, пройти по ссылке и заполнить анкету. Хотелось бы отметить, что адрес электронной почты нужно указывать свой. Почему? Потому что именно на адрес, который будет указан в анкете, в дальнейшем соискателю будет отправлено ссылки и письма о результатах. И с этой почтой дальше ученик, поступивший в лицей, будет уже работать. На эту почту будет завязан его весь кабинет. Далее нужно успешно пройти онлайн-тестирование на умение логически мыслить. Николай Липунов тоже будущий программист. Первый этап успешно прошел. Впереди личное собеседование с преподавателем проекта. Я даже не представляю, какие вопросы. Надеюсь на удачу и на свое краснословие. Мне там сказали на сайте, что будут обучать языку программирования Python. Я им тоже интересовался. Основу, по крайней мере, учил. Собеседование будет проходить с 19 по 24 сентября по скайпу и рассчитано на 20 минут. При этом участник сам выбирает удобное для себя время из предложенных вариантов. Он определяется со временем с 19 по 24 и в это время выходит на связь с учителем. Собеседование проводится один на один с учителем. То есть ученик сам дозванивается учителю в определенное время. С посредством камеры показывает удостоверение личности. То есть, чтобы можно было понять, что действительно именно этот ребенок проходил тест. Занятия будут проводиться на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова. Два раза в неделю в вечернее время. В зависимости от эпидемиологической ситуации они могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме. Заявки на обучение принимаются на сайте Яндекс.Лицей до 10 сентября.